Объект 701 Что стало с одной из самых популярных машин в игре после всеобщего изменения точности, перебалансировки каких-то орудий, ну стоит на нее все-таки взглянуть, что с этим случилось и как теперь играется, никакого примера лучше и удобнее, на котором было бы понятно каждому, я не нашел. В любом случае по другим машинам видео тоже будут, ну а сегодня наслаждаемся видом на нашего любимого объекта, ну или нелюбимого, тут уж у кого как сложилось, ну да ладно. Не будем никуда уходить от нашей темы, давайте вернемся к точности орудий, с которой все собственно и началось. Вы сейчас можете сами это наблюдать, наверное в течение всего боя, ну а кто играет, тот конечно же уже на своей шкуре прочувствовал, насколько круто стало попадать. Ну на самом деле ощущаешь, что ты выиграл джекпот просто какой-то, потому что с полным сведением со 100 метров ты можешь не попасть, ну раза три подряд, а потом один раз попасть. И когда ты попал, то уже так это вздыхаешь полной грудью так и прям ееее. Ну на самом деле попадать наконец-то стало приятно, но зато остальное это просто жесть. Ну вот вы сами видите, да? Я стою, собственно никого не трогаю, никуда не стараюсь уехать, просто выцеливаю башенку КВ-4-122. Ну и, ну и в общем-то ничего не происходит, потому что я просто не могу попасть. Ну а вот попадая и происходит какой-то непонятный рикошет. Напоминаю, что пробитие у снаряда 180 миллиметров, и чего он там мог не пробить я не понимаю, тем более, что обычно шьют туда вообще КВ-4-122 все кому не лень. Ну да ладно, оставим вот это небольшое недоразумение. По точности, конечно, данная машина стала хуже. Кстати, перезарядка не сильно увеличилась, в принципе терпимо 6,8 секунды, а вот сведение 4,4, если поворачиваться, да, неприятно. Но опять-таки это сделали не только с нами, а со многими машинами, так что это как-то можно пережить. И главное, точность. Да, у нас есть, как вы знаете, одно слабое место, которое очень серьезно нам портит жизнь, а именно командирские башенки, ну или два лючка, неважно как вы их называете, главное, что они у нас есть. И в них нас раньше пробивали, ну вообще все, кому не лени, постоянно. Теперь же в них попадать стало гораздо сложнее. Я в этом бою еще покажу, насколько сложнее, но, честно говоря, теперь 701-й объект лишился, ну не полностью, по крайней мере, но снизил процент своего вот этого недостатка. Во всяком случае, вот как сейчас, допустим, я выцеливаю, оп, снаряд уходит в маску орудия, вместо того, чтобы присобачить его где-то на 600 единиц прочности. И, кстати, это случается регулярно. Да, вот сейчас удалось попасть, но вы только заметьте, сколько еще проживет этот 701-й, прежде чем он наконец-то умрет. И тут вот еще один вопрос возникает, почему-то снаряды стали, ну очень часто, уходить в землю. Непонятно, с чем это связано, но их как будто пьянит и кошмарит, они просто летят куда ни попадя. Ну, в общем-то, ладно, к этому еще можно привыкнуть. И, в целом, машина осталась очень играбельной, учитывая то, что у нас орудия не так уж сильно понерфили, можно сказать, ну да, накинули секунду там две перезарядки, накинули секунду там две сведения. Она и до этого точностью особо не отличалась, и, в общем-то, все. И самое главное, что нас, в общем-то, лишили недостатка, нас теперь пробивать гораздо сложнее. Вы сами видите, тапок передо мной, 701-й объект, передо мной ИС-4, ну и, собственно, они даже иногда попасть-то не могут. Вот, и, тем более, расстояние 75 метров, ну, 80-100, и они не могут попасть, не то, что уже пробить куда-то в нужное место. Вот какую сделали точность. Конечно, наверное, все-таки слишком сильно тут они сыграли, на эту сделали ставку, на изменение точности, и, по-моему, доигрались. Потому что иногда некоторые такие вот выпады какие-то непонятные. У меня просто случается, что у меня мозг начинает отключаться, когда непонятно с какого перепугу, 500 метров, фу, 500 метров, 50 метров, прошу простить, полное сведение, и снаряд уходит непонятно куда. Это меня вымораживает, но не может быть настолько изогнута пушка, чтобы, не знаю, снаряд ушел куда-то не туда. Ну и это ладно, как бы, можно пережить. Что я хочу подытожить по обновлению. Да, оно многим не понравилось, но я посмотрел на онлайн, он ни капельки не уменьшился, а значит, кому-то оно нравится. Я, в принципе, тоже не прям вот противник этого обновления. Конечно, иногда случаются чересчур бесявые ситуации, и иногда слишком часто приходится свой пердак пытаться затушить огнетушителем, чтобы не проделать дыру в стуле. Но так как я человек довольно спокойный, то у меня не бомбило еще ни разу, да и за всю игру меня бомбило не так уж и много раз. Так что даже что до обновления, что после обновления, играть можно. Но что сделали с теми машинами, которые и до этого были жутко косыми, например, Брумбар, я не представляю, потому что я еще на них не катался. И чувствую, что вот там-то никаких нервов не хватит. Ну и плюс, те машины, которые играли за счет точности, да, допустим, тот же новый введенный Марс, он мог за счет своей точности и скорострельности, оставаясь как-то незаметным, передвигаясь, он мог накидывать и наносить какой-то урон. Сейчас же он просто не может нормально даже попасть, а других преимуществ у него при этом, ну, больше не стало. При этом по нему, конечно, сложно промахнуться, потому что все-таки это весь танк картонный. Ну и вы сами понимаете, да, некоторые машины таким перебалансировкой такой угробили, а некоторые, в общем-то, получили от этого и какие-то бонусы. Опять-таки взять того же объекта. Но вы посмотрите на этого ИС-4, да, конечно, мне тут приходится стрелять голдой, ибо бронебойными снарядами пробить его в нижний бронелист получается далеко не всегда. Ну, а лючки на башенке, угадайте, кто выиграет в этой дуэли. ИС-4, у которого они почти отсутствуют, или же я, у которого эти лючки просто как опухоли. Конечно же, ИС-4 здесь, безусловно, выигрывает. Ну и тут, в общем-то, остается только объект. Не говорю, что стала игра менее играбельна. Да, иногда случаются казусы, но в целом все тоже ГВТ, хотя, ну, есть некоторые критерии, по которым играть стало не так интересно. По крайней мере, для меня. В любом случае, здесь уже в этом бою ничего интересного не произойдет, кроме вот этих двух попаданий. Смотрите, 107 метров, полное сведение. Та-дам! И снаряд, та-да-да-дам, уходит куда-то непонятно куда. Ну и, собственно, второй выстрел опять-таки так же, ну и опять в никуда. Вы сами понимаете, кто играл, тот меня тем более вдвойне понимает. И всем спасибо за просмотр. Кому нравится новая точность, ставьте лайк. Кому не нравится, тоже поддержите хотя бы меня. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока-пока. Увидимся на полях сражений.